Всем привет, друзья, с вами Алариэль, и мы продолжаем наше прохождение Старкрафта 2, а именно The Legacy of the Void. Итак, что тут нам Аларак хочет сказать? Я сказал, что он уничтожит тебя, не меня. Я узнал его достаточно, чтобы понять, что самонадеянность его погубит. Я вижу в тебе тот же недостаток. Ты мне определенно нравишься, Иерарх. Твоя храбрость достойна всяких похвал. Давай объединим наши силы. Вместе мы его одолеем. Я не могу связать свою судьбу с твоей. В тебе нет той ненависти, что пылает во мне. Ты не закипаешь от мысли, что все, во что ты верил, оказалось ложью. Что твое единственное утешение — уничтожить предателя. Ты так считаешь? Амун поработил моих собратьев и теперь превращает их в отвратительного гибрида. Моя ярость кипит ярче тысячи солнц. И когда она вырвется наружу, это ощутят все. Надеюсь присутствовать при этом событии. О, вы заработали достижения. Антара, Касадара или что, я не успел читнуть. Итак, военный совет. Спустя некоторое время. Портал в пустоту запечатан. Но нас ждет куда большая угроза. Амун превращает наш народ в свое новое тело. Пока мы сражались на Ульнаре, он воспользовался всей мощью Золотой Армады. Он использует наше оружие для истребления всего живого в секторе Капрулу. Сейчас наших сил не хватит, чтобы сразиться с Великим Флотом. Но иные слуги Амуна свирепствуют по всему сектору. Ударим немедленно. Устраним его второстепенные силы. Чистильщики созданы для войны. Если реактивируем их, у нас появится и армия, и возможность развить сертов Амуна. Если они сразу не нападут на нас, им не ведомо, что такое честь. Не тратьте время на ссоры. Ваша цель — флот Талдоримов. Лишь я могу оспорить право молажа направления и подчинить себе его войска. Не забывайте про корпус Мербиуса. Их штат находится на секретной базе, где создаются армии гибридов. Верно. Но мы не можем сражаться с ними, не зная, где их найти. Воразун, отправь темных тамплиеров обыскать сектор. А ты, Каракс, сосредоточь внимание на ключе. От того, что мы предпримем, зависит судьба нашего народа. Нам выпало остановить всеобщее уничтожение. Ох ты, жесть. И мне сейчас что, еще придется выбрать, куда я отправлюсь? Да. Так, Эндион. Что у нас здесь? Зелнага мертвы. Ульнар не принес нам спасения, но все же мы обрели обещанную надежду. Если мы хотим выстоять в грядущей битве, нам понадобится армия. Мы с Фениксом считаем, что стоит пробудить древних чистильщиков и воззвать к ним о помощи. Их использование издревле находится под запретом. Но я увидел в Фениксе потенциал. На этот раз они нас не подведут, я уверен. Но если здесь колоссы, то я тоже больше склоняюсь к ним, но посмотрим, что здесь есть. Блин, а это воздушная единица атакует иноземные воздушные цели. Но я в любом случае больше за колоссов. Они мне больше нравятся, скажем так. Я принял решение, с которым многие не согласятся. Общаясь с Фениксом, я понял, что программу чистильщиков можно возродить при должном подходе. Артанис, они не управляем. История это показала. Ими не надо управлять. Как и я, они обладают свободной волей. У нас слишком мало Матрис, чтобы создать других, подобных Фениксу. Неужели ты и правда хочешь это сделать? Первые чистильщики запечатаны внутри корабля Киброс на орбите планеты Эндион. Феникс показал нам, что такие воины могут быть полезны. Конклав ошибся, обращаясь с ними как с роботами, а не как с тамплиерами. В стремлении контролировать их. И они восстали против своих создателей. А ты не восстала бы против рабовладельца. Я услышал вас и принял решение отправиться на Эндион. Выступаем. Во так. Ну что ж, вперед. Стазисная сеть чистильщиков еще работает. Ее можно отключить только с поверхности планеты. Я засек обширное заражение зергами. Но это не Керриган. Стая Амуна. У нас проблемы. Да это еще мягко сказано, я думаю, что у нас проблемы. Так, что нас тут ждет? Хотя нет, давайте назад глянем. Кто-то что-то скажет. Да, Рахана. Ты задумал пробудить чудовища, Ртанис. Когда-то они уничтожили каждого тамплиера на нашей базе на Лантинуме. Они восстали против своих повелителей. Ведь с ними никогда не обращались, как с тамплиерами. Потому что они роботы, созданные, чтобы служить Конклаву. Ты также относишься к Фениксу? По-твоему, это робот, который может только выполнять приказы? Конечно, он превосходит мои ожидания. Он нечто большее. Возможно, первоначальные чистильщики тебя тоже удивят. По крайней мере, они могут помочь нам в войне. Если решат стать нашими союзниками. Я верю в Феникса и готов рискнуть. Так, отлично, что здесь. О! Зерги могут серьезно помешать. Деактивировать стазисную сеть. И без них было бы непросто. А теперь нам придется это сделать, параллельно отбиваясь от атак стая Амуна. Мы будем удерживать зергов, чтобы ты смог закончить работу, Каракс. Ученые запечатали кибр с помощью устройства под названием Мегалит. Оно является ключом к деактивации стазисного узла. Когда сеть будет отключена, нам нужно будет сразу же активировать кибр с или покинуть орбиту. Местная стая зергов слишком сильна. Я обеспечу прикрытие. Так, а что Феникс? Это должно сработать, Иерарх. Я знаю, что смогу провести чистильщиков сквозь тьму, что ждет их. Помогу им принять самих себя. Смогу убедить их, что к ним никогда больше не отнесутся, как к слугам. Значит, ты нашел свое предназначение, брат. С тех пор, как я пробудился, я испытывал смятение, чувствовал себя потерянным, не знал, кто я и как я стал таким. Теперь мне снова все ясно. У меня появилась новая цель, достичь которой могу лишь я. И это наполняет меня радостью. Такая задача была бы не под силу даже прежнему Фениксу. Тем не менее, он бы обязательно за нее взялся. Я многое узнал из его воспоминаний. Через них я познал самого себя. Я Феникс. И одновременно не Феникс. Как бы то ни было, я горжусь тем, кто я есть. Отлично. Так, идем на мостик и поехали. Киброс освобожденный. Чтобы активировать Киброс, нам придется вывести из строя генераторы щитов на Эндионе. Пора начинать, Иерарх. Поехали, не будем затягивать. Некоторые боевые единицы могут атаковать по несколько противников сразу. Это дает им преимущество бою с большим скоплением врагов. Особенно зерлингов. Как раз мои милишнички. Против зерлингов будет то, что надо. Влетают туда с топорами и рутилочкой. Киброс, дюрьма чистильщиков. К счастью, армия Омуна пока не удалось преодолеть его стазисную сеть. Я получил доступ к записям Эндиона. Стазисная сеть запечатана сложными запирающими механизмами. Их может отключить лишь одно устройство, так называемый мегалит. Я сейчас же приступлю к его активации, чтобы поскорее отключить стазисную сеть. Нельзя оставлять его без защиты. Эти леса просто кишат зергами. Значит, мы их зачистим. Иерарх. Когда-то здесь создавалось самое совершенное оружие в Империи. Ого! Я слышал об огромных дальнострельных колоссах, которые с легкостью преодолевали горы. Посмотрим, как они справятся с этими зергами. Я думаю, справятся на раз. Ага, ага. Ничего себе, никакие дальнострелы. Зерги выходят из этой пещеры. Мы можем завалить вход, выстрелив по камням. Замечательно. Замечательно. О, червь. Бескотство. Отлично. Ой-ой-ой, отходим. Там дичь какая-то осталась. Отлично. Область зачищена. Координаты для вызова нашего Нексуса установлены. Каракс, активируй мегалит. Идет авторизация. Мегалит скоро будет готов к работе. Эрарх. Мы будем отслеживать его состояние и дадим тебе знать, когда он активируется. Окей. Что дальше? База готова. Поехали. Система мегалита скоро активируется. Еще немного, и он будет готов. А пока я улучшил наши заводы. И теперь они могут производить колоссов. Их можно вызвать в любой момент. Эрарх. Ё-моё, да это вообще круто. Надо только понять, что нас вообще здесь ждет. И откуда ждать атаку. Так, туда не пойду. Понятно, там тоже зерги. Мне бы каких-то, быть может, противовоздушных войск не помешало бы. Пробежимся еще вниз. Посмотрим, что внизу. Ага, ну я примерно предполагаю, что там. Судя по земле. Ой-ой-ой, стей. Нужно собрать немалое войско для его защиты. Это мягко сказано. Давайте посмотрим, что тут да как. Я могу сюда залезть? Я нифига не могу. Мегалит активирован. Ой-ой-ой. Мы должны защищать его, пока он движется к стазисным узлам. Да вы шутите. Куда ж активировать-то, а? Не хватает минералов. Я здесь, среди теней. Блин. А, он еще и восстанавливает хп. Замечательно. Так, хорошо. Мегалит достиг первого стазисного узла. Пока мегалит будет скрыт под поверхностью планеты, он в безопасности. Тата холодна. Ага. Окей, можно, я думаю, вернуться, да? Сердце тьмы. Не хватает минералов. Хорошо. Я... Так, возьму одного бойца. Иди сюда. Не хватает минералов. Сканеры засекли движение зергов. Воины, не дайте им достигнуть нашего Нексуса. Конечно, не дадим. Так. Я... А, можно. Я, правда, не совсем езжаю, откуда они будут нападать. Ага, вот. Замечательно. Так, воздушные войска. Но это у меня вряд ли воздушные, да? Все-таки это больше похоже на... На дизель. Плохо. Я так и понял. Ну, погнали. Будем дефить как-то. А, тем временем здесь. Что здесь? Давай. Так. И теперь пара пушек. Датчики засекли отключение первого стазисного узла. Мегалит начинает переход к следующему. Так. Ну, я буду пытаться его дефить. Там поглядим, что из этого выйдет. Ваши союзники вступили в бой. Даже и не знаю, что лучше, чтобы они атаковали корабль или нет. Наверное, корабль, потому что он восстанавливается. В отличие от моих ребят. Ваши союзники вступили в бой. Так. Один боец. Собрать минералы. Блин, а... Еле выезжал. Впереди каньон сужается. Споровики. Они окапываются на утесах. Готовьтесь к обстрелу. Мегалит прибыл ко второму стазисному узлу. Скоро он его отключит. Отлично. Интересно. Похоже, для экспериментов в этом комплексе использовалась энергия силовых ядер невероятных размеров. Должно быть, они спрятаны среди холмов. Если наши воины их уничтожат, мы сможем извлечь из них соларитовые детали. Первое силовое ядро захвачено. Переносим его на борт. Так, сюда. Надо бы мне побольше этих ребят делать. То я как-то остановился. На достигнутом. Не предложишь. Кстати, а здесь... Не помешало бы еще пару таких. Мы отвлечем сюда по полю боя. Ой. Мы... Крадущийся тень. Я не буду служить тебе вечно. Можно поставить. И я думаю туда присумонить. Троечку. Потому что нужны какие-то нам войска. И... Милишная. Ну, не милишная, что я гоню. А уешная. А вы издеваетесь? Быстро как-то. Надо было, что ли, зачин... О-о-о. Оп, газ. Оп, еще газ. Развязанный узел отключен. Целостность сети 60%. Мегалит выдвигается к третьей цели. Блин, ну это плохо. Что ты предложишь? Так, тут все в процессе. Забрали. Тоже забрали. Теперь можно испепелить. Очень приятно. Ой-ой-ой-ой-ой. Иди сюда, сходи. Малина, что ты предложишь? Малина, что ты предложишь? Малина, что пригодятся? Что никогда? Холодно. Ваши союзники вступили в бой. Так, мне надо... Малина, что пригодятся? Малина, что... Малина, что... Малина, что... Я тебя... Малина... Ой-ой-ой-ой-ой. Вот от этого отходим точно. Ибо да ну нафиг. Отлично, воины. Мегалит отключает третий стазисный узел. Так, это безумно, конечно, хорошо. Оба силовых ядра наши, и они медленно начинают над ними работать. База атакована. Бреть. Окей, иди сюда. И быстренько пилонов. Так, все дело сделали. Возвращаемся. Опа, я знаю, как тут сделать. Шесть секунд. Сейчас я сюда поставлю и призову просто этих часовых, которые будут делать дело. Ребята, превращаемся. Этот стазисный узел уже почти отключен. Мегалит скоро начнет двигаться к следующему. Так. Построил, молодец. Давай еще здесь, в лесах. Вот так. О, он уже выдвигается. Третий стазисный узел отключен. Мегалит уже в пути. Так, подождите. Киброс начинает пробуждаться от стазиса. Осталось всего два стазисных узла. Оу. Я здесь, среди теней. Так, поставлю. Собранник. Собранник. И погнал. Так, ребятишки, вы ж можете и по горам тут все пройти. В ближайших пещерах обнаружены большие скопления зерков. Мы можем использовать ландшафт в своих целях. Прикажи обрушить камни у входа, и зерки окажутся запертыми в пещере. Так, подмога с карабелем. Вау. Так, наверное, колоссов я сделаю просто на Ctrl-2. Да и все. И так будет всем проще. В ближайших пещерах обнаружено множество зерков. Соблюдай осторожность. Давай, давай, есть. Где еще? Еще больше нет. Ну, ребят, пройдите вы чьи-то. Вы прям издеваетесь, убиваете меня. Отлично. Между мегалитом и последним стазисным узлом обнаружен целый улей зерков. Нам придется прорываться с боем. А это что, не нужно? Оу. Так, ну я думаю, мы там прорвемся с боем. Причем без проблем. Суммоним. Ребята. Фазовая связь установлена. Мегалит отключает четвертый стазисный узел. Сейчас колоссы подтянутся и будет замечательно. Одного ставим дома. На случай каких-либо проблем. Что еще можно? Можно милишников сюда насуммонить. Чтобы помогли. Куда же? Ну, эти парни уже и добрались. Хорошо. Ну, давайте попробуем. Я только засейвлюсь. На всякий случай. Хотя еще, я думаю, рановато. А вот теперь самое время. Пошел прострел. Что-то я там явно кого-то убил. Нам это куда? Ну, здесь мы уже, в принципе, завершили. Где там эти черти-нидусы были неизвестно. А, вот они. Черти-черви. Без разницы. Хорошо. А хотя, может быть, мне туда? Оу. Ё-моё. Стазисный узел отключен. Мегалит начинает движение. Активность стазисной сети 20%. Стойте. Я засек передвижение зергов в ближайшем Уи. Они укрепляют оборону. Да, без разницы. И все. Испепелили всех. Так, ну, походу, никого уже и не осталось. Хорошо. Все зерги успешно уничтожены. А, нет. Ошибочка. Будь по-твоему. А, лежать. Интересно, что там внизу. Да, и здесь тоже интересно. Ладно, вернемся. Будем дейфить. Коль просят. О-о-о-о. Сейчас. Давай. Ой-ой-ой. Заберись. Ты ж можешь наверх забраться, браток. Походу, все. Последний стазисный узел отключен. Стазисная сеть тоже. У нас вышло. Киброс выведен из стазиса. Отзови все войска с поверхности Диона. Мы отправляемся на Киброс. Замечательно. Ирарх. Тебе нужно выбрать одну из доступных боевых единиц нового типа. Интересно. Это где? Хотя давайте сначала с Алараком переговорим. Ты хочешь подчинить этих механических воинов своей воле. Они будут свободны, как и Феникс. Прошлая попытка сделать из них рабов привела к восстанию. О-о-о. Ты испытываешь мое терпение своим наивным идеализмом. Идеализмом? Они копии наших величайших воителей. Мы собираемся освободить твой народ от Малаша. А ты хочешь поработить мой? В свободе кроется слабость. Я свергну Малаша и спасу соплеменников от гибели. Но свободными им не быть. Все Толдоримы будут служить мне. Свобода — это миф, который сильные придумали для слабых. Ты говоришь, как Амун. Если хочешь жить, тебе лучше пересмотреть свою точку зрения. Сделай этого робота Феникса новым вершителем среди чистильщиков. Пусть они исполнят свое предназначение, став идеальным оружием. Ну окей, что на военном совете? Почему именно Индион выбрали той планеты, вокруг которой должен был вращаться Гиброс? Тысячи лет на нем проводились научные исследования. Лучшие умы протосов находили здесь уединение от политических дел, чтобы развивать технологии, которые могли бы принести пользу империи. Именно здесь родилась идея Апси-Матрица. Когда чистильщиков решили отключить, они стали символом величия и опасности технологической мысли. И тогда их решили доставить в эту исследовательскую колонию? Она как нельзя лучше подходила для этой цели. Именно здесь находились наши величайшие ученые, которые постоянно совершенствовали стазисное поле Киброса. Сколько всего их было на планете? 800 тысяч кхалаев и армия тамплиеров. Надеюсь, их смерть была быстрой. Так, что у нас здесь? Мы получили доступ к новым роботизированным осадным системам. Колосс. Тебе нужно сделать выбор. Или... Да, ну не, но вы еще шутите. Конечно, колоссов я возьму. Даже без варианта. Приветствуем тебя, Арма. Что у нас в солнечном ядре? Пока ничего интересного нового не подвезли. Твой план сработал, Каракс. Стазисная сеть деактивирована. За дело. Если мы активируем Киброс, он запустит свои защитные протоколы. Очистильщики. Они дремали тысячи лет. И все еще ослоблены на нас. Если они нападут, нам придется сражаться еще и с ними. Мы уже подвели их однажды, не ведая, что мы создали. Пусть это лишь копии, но в них живут настоящие тамплиеры. После длительного общения с Фениксом, я готов тебе поверить. Так, Феникс. Киброс не сможет долго противостоять зергам. Нужно действовать быстро и попробовать спасти чистильщиков. Ответь мне честно, Феникс. Ты веришь в то, что чистильщики согласятся нам помочь? Не знаю. Наверное, их переполняет гнев. Обида за то, как поступили с ними наши предки. Делаамы — это не конклав. И сегодня мы едины, как никогда прежде. Поэтому чистильщики должны получить право самим выбирать свою судьбу. В отсутствие свободы народом можно управлять, но при этом он никогда не будет единым. Ты прав. Но сегодня перворожденным не нужен еще один враг. Я верю, что твои действия позволят нам избежать его появления. От твоих действий зависит будущее всех тамплиеров и чистильщиков. Но сейчас настало время действовать, Иерарх. Нас ждет нелегкий путь, но его не избежать. Спасибо тебе, друг. Так. Ну что ж, друзья мои, на сегодня, я думаю, это все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видео лайками и подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Всем удачи, всем пока-пока.